открытый диалог диалог с александром непомнищим ну вот преодолев все технические припоны на в нашей связи мы все-таки связали с александром непомнищим ну сейчас конечно же поговорим о том что там происходит ну во первых хорошим со светлым праздником песок вас спасибо большое сергей израиль отметил весь еврейский народ отметил праздник песок и надо заметить что впервые из тех самых библейских времен евреи снова по приказу национального лидера как свое время по приказу маши сидели в своих домах опасаясь за свои жизни мы помним по библейской истории библейскому рассказу что в канун песок а ангел смерти шел от дома к дому в египте и поражал всех первенцев евреям же было сказано сидеть внутри своих домов ибо если бы они вышли за пределы своего дома то этот ангел смерти могут поразить и их первенцев тоже или сидели по своим домам и вот в этот раз снова та же самая ситуация евреи праздновали песок сидит в своих домах никто не высовывался потому что во первых на дворе эпидемии во вторых правительство израиля не просто карантин а фактически комендантский час на праздник песок для того чтобы ограничить количество пересечений чтобы люди не ходили друг другу не в праздник не ездили друг другу и таким образом не разнесли бы инфекцию широко и надо сказать что в общем жесткие меры правительства израиля на самом деле жесткие относительно потому что если мы посмотрим на другие страны то во многих странах то что сейчас в израиль называется жесткими мерами является как бы повседневным образом жизни здесь нужно делать скидку на то что называется ментальность разных народов израильтяне народ горячий зрителей народ который не признает как бы практически личного пространства если человек стоит возле столба то второй израильтянин как известно обязательно должен пройти между этим чеком столбом и поэтому то что называется в израиле жестким карантином на самом деле во многих странах существует просто как обычная ситуация ну я конечно может быть утрирую так или иначе на самом деле действительно израиль подполз с С одной стороны, к трагической метке одного процента смертности. То есть на сегодняшний момент в Израиле при 10 тысячах примерно заболевших около тысячи выздоровевших. Но настолько, насколько мы знаем сейчас. Мы даже не знаем точно, выздоравливают ли до конца те, кто болели короной, или остаются какие-то рецидивы. Так или иначе, тысячи примерно человек из 10 тысяч считаются выздоровевшими. И около ста погибли. Но при этом количество новых заболевающих уже не нарастает столь стремительно. То, что называется, мы подошли к плато. То есть можно ожидать, что, несмотря на то, что количество смертей в Израиле будет ползти, расти, и, скорее всего, нам не удастся удержаться даже на отметке одного процента. А мы придем где-то к двум процентам. То, что сегодня достигли страны наиболее продвинутой, наиболее развитой медицины. И сумевшей остановить вовремя эпидемию. Но все-таки мы видим некоторое замедление роста. И вопрос, конечно, где мы остановимся, когда мы выйдем из карантина, и когда будет новая вспышка. Но это, кстати, текущие новости, которые сейчас характерны для всех стран мира. А у нас тем временем продолжаются и наши свои собственные новости, о которых, в общем, Сергей, с вашего позволения, я и попробую сейчас поговорить. Конечно. Итак, действительно, у нас продолжаются переговоры. Собственно, уже целый год, буквально на днях, был год с того момента, как в Израиле прошли последние нормальные выборы. Год назад состоялись выборы, на которых поначалу казалось, что все в порядке. Правые одержали победу, они сумеют создать правительство. Потом мы увидели, что Виктор Либерман начинает вилять, начинает выдвигать какие-то безумные требования. И требования, которые казались разумными, он не хотел, чтобы их удовлетворяли. Он придумал все новые и новые причины. Сегодня мы уже знаем, что, в общем, уже тогда он принял решение стратегическое свалить Натаниял, и ради этого был готов пойти на любые жертвы. Причем жертвы не свои, а, конечно, народы Израиля, страны Израиля, которая с тех пор пережила еще два цикла выборов. И вот сейчас, после третьих выборов, наконец, мы говорили об этом в прошлых неделях, ведутся переговоры между блоком правых партий во главе с Натаниял и группой левых, отколовшихся от основной группировки левых партий во главе с Гансом и Ашкинази, которые пытаются войти сейчас в коалицию с Натаниял и добиваются для себя каких-то условий. И в отличие от того, что, в общем, изначально говорилось, что речь идет, в общем-то, о портфелях, о дележке бюджета и финансов, на самом деле сейчас как раз не это является самым главным. То есть Натаниял немножко, так сказать, показал нам лицо Ганса, когда мы узнали, что Ганс добивался для себя всевозможных претеренций, еще не будучи, как бы, еще до того, как он станет премьер-министром, чтобы он имел государственное жилье рядом с тем местом, где живет премьер-министр, чтобы он имел всевозможные претеренции, он добивался огромного количества министров для своей фракции. Но это все уже позади, и сейчас переговоры зависли, или застряли, затормозились на достаточно идеологических, действительно реальных, серьезных вопросах. О чем идет речь? Ну, собственно, речь идет по трем направлениям, точнее, двум. Третье как бы сошло практически с повестки дня. Это направления, которые, по сути дела, являются квинтэссенцией, базой разногласий между правыми и левыми в Израиле. Речь идет о суверенитете в Иудеи и Самарии, о юридической реформе и об экономике. Ну, по поводу экономики, как я сказал, есть из этих трех тем, только две сейчас, по сути дела, актуальные являются частью переговоров. По поводу экономики, понятно, что право и за более свободную экономику, свободный рынок, частное, принимать сокращение регуляции, сокращение влияния и мощи профсоюзов израильских, постепенное изгнание всех пережитков социализма, которые до сих пор гнетут в Израиль. Ганс, по сути дела, представляет интересы тех, кто за сохранение диктата профсоюзов, за ограничение рынка, за более мощную регуляцию. Его экономическим флагманом является Ниссин Корн, бывший глава израильских профсоюзов, человек, на совести которого массовые забастовки, попытки, не попытки, а вполне успешные, организация паралича израильской экономики, ни раз и ни два. И, конечно же, эта команда не несет ничего хорошего для экономики Израиля, но мы понимаем сейчас, что, в общем, не до жиру, быть бы живу, когда выйдем из кризиса эпидемии, будем разгребать те экономические беды и несчастья, которые на Израиль обрушатся, то, в общем, о каких-то прорывах в направлении частной и свободной экономики мы уже не говорим, мы говорим о том, чтобы просто сохранить существующее положение, хоть как-то, так сказать, залатать дыры, спасти экономику страны, и здесь, видимо, больших степеней свободы не будет, и поэтому об этом как бы много и не говорили, и правые и левые здесь, в общем, отложили в сторону все позиционные бои. Но что касается двух остальных тем, там речь идет об очень серьезных вопросах. Во-первых, суверенитет. Суверенитет в Иудее и Самарии в рамках сделки века Трампа. По сути дела, я напомню, Трамп сказал так. Ну, во-первых, треть, сказал он, Иудеи и Самарии, включая Иорданскую долину, я считаю, и так Израиль должен взять по всем параметрам, а об остальном вы уже там договариваетесь. То есть, для самом деле, для Израиля это совершенно идеальное, фантастически хорошее предложение, которого никогда еще не было. И сводится оно к тому, что Израиль сейчас берет в себе треть от Иудеи и Самарии и объявляет там суверенитет. Остальные две трети продолжаются. Мы продолжаем обсуждать с палестинскими арабами их будущее, будущее самих палестинских арабов и вот этих самых земель оставшихся. Там, мы помним, по сделке века есть огромное количество вопросов, которые либо палестинские арабы выполнят условия, которые никогда не выполнят. Например, откажутся от желания уничтожить Израиль, прекратят террор, прекратят подскрекательство, прочее, прочее, прочее. И тогда мы говорим о автономии с широкими полномочиями, либо мы об этом не говорим. То есть для Израиля исключительно идеальная сделка. И, конечно же, тут надо брать. То есть нужно, в первую очередь, распространить суверенитет на все, о чем нет спора с Трампом и где Трамп может нам помочь и создать политическую поддержку на международном арене. И это позиция правых. Позиция же левых против. Почему против? Ну, потому что они левые. И в этом смысле, чтобы Ганс и Ашкенази не рассказывали, что они вовсе не левые, что они центристы, это все вранье. Они представляют именно интересы левых, они против суверенитета. Хотя мы напомним, что Ганс ездил в свое время с Натаньяо, хиткий Натаньяо, брал его с собой к Трампу. И Ганс там вынужден был, пожимая руку Трампу, вел он себя как школьник, который берет автограф у кинозвезды. То есть, ну, понятно, человек абсолютно без всякого политического опыта предстал перед Трампом, выглядел он совершенно смешно и глупо, но он Трампу пообещал, что он тоже будет поддерживать сделку века. А сейчас он идет на попятки, потому что, в конце концов, Ганс всего лишь марионетка и представляет интересы совершенно определенных кругов. И эти круги, несмотря на то, что сейчас как бы они позволили Гансу этот политический маневр, или, может быть, Ганс сам себе позволил, он все-таки остается их заложником, и он не хочет суверенитета. Точнее, он говорит, да, да, но не только Америка, пусть весь мир поддержит, включая Абумазана и Европу. Ну, то есть, давайте попросим, чтобы крокодилы согласились, что они не хотят нас убивать и есть человече. Смешно. И здесь Натаньяо как бы с ними ведет очень жесткие переговоры. При этом Ганс теперь уже как бы хитрит. Он говорит, ну хорошо, давайте сначала решим проблему с короной, а потом уже займемся суверенитетом. А Натаньяо продавливает, чтобы сделать это в ближайшие два с половиной месяца. Почему именно в ближайшие два с половиной месяца? Почему до июля? Мы поговорим об этом позже. Может быть, я смотрю на время, может быть, уже во второй половине нашего разговора. Но здесь Натаньяо непреклонен. Он добивается, и по сути дела он добился от Ганса согласия на то, что Ганс не будет торпедировать усилия правых провести вопрос о суверенитете в ближайшие два с половиной месяца. На самом деле у Ганса в его команде есть по крайней мере три человека, которые могут перейти на сторону правых, поскольку они, в общем-то, пришли из правого лагеря и, по сути дела, казались с Левом исключительно из неприязней к Натаньяоу. Люди, обиженные Натаньяоу. Люди, которые считают, что им недодали, их недооценили. Это, мы уже говорили, парочка такая, Макс и Морритс, Хаузер и Хендер. И есть еще Орли Леви, дочка ветерана Ликуда Давида Леви, которая, в общем, тоже туда-сюда. В итоге они сейчас все вместе с Гансом готовятся войти в коалицию к Натаньяоу. И, в общем-то, можно ожидать, что в вопросе суверенитета они поведут себя как правый. Гораздо более серьезную проблему представляет собой вопрос юридической реформы. По сути дела, о чем мы говорим, что такое юридическая реформа? Это попытка ограничить диктатуру судейской власти и вернуть в Израиле принцип разделения властей. Вот это очень важно понимать. В Израиле левые и представители вот этой самой судебной хунты, они постоянно верещат о том, что существует угроза демократии, поскольку Натаньяо очень плохой человек, мы помним, и он подавляет судейскую власть для того, чтобы сбежать от дел, которые на него обрушены. Вот это, разумеется, абсолютно демагогия. Речь на самом деле идет действительно об очень серьезной проблеме Израиля. Проблеме, которая заключается в том, что в Израиле вместо того, чтобы было три ветви власти, судебная, законодательная и исполнительная, которые разделены четко между собой, между которыми существует система сдержек противовесов, которые регулируют друг друга. Это нормальная, как бы идеальная картина для демократического государства. Три ветви власти, независимые, и они как бы сдерживают друг друга. Таким образом, диктатура не может наступить ни с одной стороны. В Израиле уже давно из-за слабости законодательной власти, то есть КНЕСЭКО, и проблем политических, судебная власть, начиная с 90-х годов прошлого столетия, 20-го века, подмяла под себя массу полномочий, которых им не принадлежат. Судейские сегодня являются неподконтрольной фактически кликой, которая сама себя избирает, которая навязывает свое мнение другим структурам власти и на которую нельзя никак повлиять. Это совершенно нетерпимая ситуация, поскольку понятно, что это совершенно жесткий перекос. И именно это и есть главная проблема для израильской демократии. Судебная власть подмяла под себя огромные непреднадлежащие ей полномочия. Если ее не сдержать, если не вернуть систему сдержек и противовесов и не вернуть власть законодательной исполнительной власти, которой им полагается, то, в общем, мы превратимся, мы уже, в общем, одной ногой находимся, на самом деле, стоим в юристократии, я даже не знаю, как это сказать, в диктатуре юридической хунты. Самым, пожалуй, таким ярким примером, последним, была ситуация, когда Верховный суд Израиля приказал спикеру парламента провести собрание о собственном переизбрании вопреки уставу Кнессета, основному закону, который говорит о том, что полагается, что не полагается Кнессету, то есть грубо вмешался в полномочия Кнессета. Это не был вопрос о том, что Юлий Бельштейн, спикер парламента, украл в лавке пять шекелей, его поймали за руку, и он не хотел идти в тюрьму, хотя были свидетели, все такое прочее. Абсолютно не такая ситуация. Речь шла о том, что спикер парламента, говорил, у меня есть устав, в этом уставе говорится, очень четко и ясно, до того, как будет создано правительство в Израиле, спикер не обязан проводить собрание, пленарное заседание Кнессета, чтобы быть переизбранным. Поэтому я не собираюсь проводить это пленарное заседание, у нас правительства нет, и в перспективе никакого не будет, нового правительства, соответственно, нет никакой причины. Верховный суд постановил, что есть причины, что он обязан, и мы помним, что Юлия Эдельштейн ушел в отставку в знак протеста, ну а дальше события стали развиваться быстро и стремительно, и, по сути дела, начались переговоры между отколовшихся от левых фракций Ганса и Ашкенази и правыми партиями. Как это не парадоксально, вот это самое, это действие Юлия Эдельштейна, который поставил, практически поставил рубеж и ударил по рукам Верховный суд, с одной стороны, привело в бешенство Верховный суд, с другой стороны, что-то внутри общественного мнения, видимо, сдвинулось, изменилось, люди увидели внезапно, в какой ситуации перекошенной мы живем, и это во многом, возможно, повлияло и на готовность и желание Ганса как бы перейти и отколоться от левых, но не до конца отколоться, потому что мы помним, он все равно представляет те самые круги, которые гораздо ближе к Верховному суду и к судейской хунте, и поэтому в переговорах с Натанияо, если в вопросе суверенитета Ганс еще был готов идти на уступки, то в вопросе реформы судейской там он стоит жестко, потому что за ним стоят люди, которые говорят, либо ты сделаешь, как мы тебе сказали, либо ты сам сядешь на много лет, а за Ганса, мы помним, тянется очень непонятная история с утекшими в неизвестность пятью миллиардами, государственных шекелей и компанией, инвестором которой был путинский шпион, поэтому ситуация для него сложная, и он фактически работает на Верховный суд. И здесь он добился, казалось бы, у Натанияо на прошлой неделе, точнее, еще немножко раньше, того, что именно его человек будет министром юстиции, то есть он будет влиять на ситуацию в юридической сфере, и это, конечно, полностью тормозило бы все возможности какой-то реформы, но главное в вопросе назначения судей Натанияо сказал, нет, вы не будете там влиять, мы будем вместе, только вместе мы будем решать, и то небольшое влияние на назначение судей, которое еще у правительства остается, мы должны его использовать, и я не могу полностью отдать его вам. И тут Ганс заортачился, и переговоры замерли. Они замерли, все сорвалось, казалось бы, когда уже все почти было готово, и многие считали, что буквально с минуты на минуту будет подписано соглашение коалиционное. Но в тот же день, или буквально на следующий день прошли опросы, и опросы показали, что у правых теперь есть четкое большинство, четыре правые еврейские партии собирают 64 мандата, больше, чем 61. И по сути дела, если мы пойдем сейчас на четвертые выборы, то по опросам правые получат свое большинство, им уже будет не нужен ни Ганс, ни какие-то другие перебежчики, все своими руками сами сделают. И на Ганса это производит, конечно, очень сильное впечатление. Во-первых, почему это произошло? Потому что для очень многих людей, скажем так, умеренных правых и центристов, которых до сих пор удавалось водить за нос Гансу и объяснять, что я Ганс, и Липперман, и Ашкенази, и Лапид, это все на самом деле правые люди, ну почти правые, но мы такие, просто мы не любим Натанияу, а так мы хорошие и правые. Но когда речь пошла о том, что они готовы создать правительство со сторонниками террора, с теми, кто поддерживает арабских террористов и солидаризируется со всеми врагами Израиля, с вот этим блоком арабских партий, так называемым, общим арабским списком, то для многих как бы это был шок, и теперь недостающие три-четыре мандата центристов из левого лагеря перешли уже четко обратно в правый лагерь. И это, конечно, позволяет Гансу осознать, что если он все-таки сорвет эти переговоры, то он, в общем, ничего больше не получит никогда. То есть сейчас у него есть шанс, если все сложится хорошо, побыть немножко премьер-министром после Натанияла. А если мы пойдем на выборы, то он будет в оппозиции, причем уже не глава большой партии, большого блока, он же этот блок расколол, он будет глава партии, да, одной из самых крупных, чуть больше, чем арабский список, но не более того. И одним словом, сейчас как бы вся эта ситуация, весь политический кризис в Израиле, он перешел в поле политического диалога между Натаниялом и Гансом, а там, как мы понимаем, у Натанияла просто нет равных среди израильских политиков, а Ганс, наоборот, один из самых неопытных и слабых израильских политиков, которых мы только знали. И поэтому, конечно же, в этом поле Натаниял с ним играет как кошка с мышкой, но мы понимаем, что есть разные ситуации, ситуация может выйти из-под контроля, поэтому полностью оптимизм, как бы оптимистично выводов еще бы сделать не можем, но я полагаю, что есть очень плохие шансы, что в итоге Натаниял, несмотря на сложную ситуацию, все-таки сумеет довести соглашение до того момента, когда мы получим и суверенитет до июля, и мы, видимо, уже после перерыва поговорим о том, почему до июля, или, по крайней мере, июль крайний срок, и, возможно, все-таки не потеряем все рычаги влияния на судейскую власть, если о реформе мы уже не говорим, то, по крайней мере, как бы не ухудшить ситуацию, не дать им сделать, как они сказали, контрол-зе реформам Айелет-Шакет, которые произошли несколько лет назад. Снова, в порядке приоритетов для Израиля, конечно, суверенитет важнее, потому что, если, не дай бог, в Америке сменяется власть, и вместо Трампа мы обнаружим какого-нибудь представителя демократов, то шансы на распространение суверенитета будут нулевые, если не отрицательные. А судебная реформа в этом смысле, хотя тоже очень важна, но с ней мы можем подождать, потому что там все-таки у Израиля больше степеней свободы, там меньше он зависит от международного давления, и, соответственно, в меньшей степени ему нужна поддержка на международной арене. Но давайте подробнее об этом продолжим говорить после перерыва. Буквально через несколько минут вернемся и продолжим. Открытый диалог. ДИАЛОГ ДИАЛОГ С АЛЕКСАНДРОМ НЕПОМНЯЩИМ Продолжаем нашу программу. Напомню, в эфире программа Александра Непомнящего «Открытый диалог». Телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, вы сможете позвонить. Ну а пока давайте продолжим. Да. Ну, во-первых, я должен сделать, исправить себя в предыдущей части нашей программы, я сказал, что за Гансом тянется неизвестно куда исчезнувший из его компании пятое измерение долг государственные деньги в 5 миллиардов шеки. На самом деле, не 5 миллиардов, а 5 миллионов. Это была моя оговорка. Но 5 миллионов тоже деньги достаточно большие, и в этом смысле Трамп очень крепко привязан к опасности или угрозе быть посаженным серьезно долго, поэтому он честно, ну или не честно, отрабатывает перед верховными судьями, перед судейской кликой свои задолженности. Так или иначе, мы говорили о том, что вопрос о суверенитете, то есть вопрос о распространении суверенитета в Иудее и Самарии, в первую очередь, в Иорданской долине, который сейчас становится особенно важным для Израиля, в свете того, что эпидемия короны несет за собой кризис экономический, а для нашего региона, за исключением Израиля, это просто вопрос о жизни и смерти, вопрос о голоде, разрушении государств, о десятках тысячах, если не сотнях тысячах и не миллионах людей, которые потекут во все стороны, спасаясь из своих уничтоженных, фактически, рухнувших государств, и либо Израиль объявит суверенитет в Иорданской долине и сможет поставить четкую границу на границе с Иорданией, защищая себя от этих самых зомби нашествия, либо, в общем, это станет еще одной нашей проблемой, и противостоять этому наплыву беженцев, который пойдет в Европу, и в том числе через Израиль, будет очень сложно. Так или иначе, правые выступают за то, чтобы распространить суверенитет, левые тормозят, как могут, правые хотят, чтобы это произошло в ближайшие два с половиной месяца. Почему? Потому что, когда Натаньял добивается того, чтобы это было сделано как можно быстрее, он понимает, что ситуация в Америке, от которой мы очень сейчас зависим, стремительно изменяется. По сути дела, мы играем сейчас, мы находимся в ситуации с совершенно новыми правилами. Все правила игры смешаны короной. Почему? Потому что до того, как началась эпидемия, в общем, было понятно, что стратегия, предвыборная стратегия Трампа, она строится на старом добрым хлеба и зрелищах. Он обеспечивал совершенно великолепное развитие экономики. В стране экономика неслась, буквально стремительно неслась. Ввысь, безработица снизилась до исторического минимума, причем по самым сложным группам населения, среди чернокожих, среди женщин, среди испаноязычных. Безработица оказалась на историческом минимуме. И Трамп добился при этом еще новых торговых соглашений и с Мексикой, и с Канадой, и с Китаем, которые приносили реальную огромную выгоду США. Америка при нем стала главным производителем нефти, добывая ее из сланцев. И рост биржевых индексов он ставил рекорды буквально каждый день. Экономические прогнозы были самыми оптимистическими. Это была как бы составная часть хлеба. А зрелищ, тут Трамп тоже непревзойденный мастер, кто лучше него умеет собирать массы людей, выступать перед ними и разжигать, наполнять их патриотизмом, ощущением единства. И поэтому десятки тысяч избирателей до короны стекались на каждый его предвыборный митинг, где бы тот ни происходил, в Республиканской Южной Каролине или в Демократической Калифорнии. А потом обрушилась эпидемия и практически за месяц уничтожила все достижения экономики. То, что происходит сейчас на бирже с безработицей. Мы знаем это у себя в Израиле, и понятно, совершенно вы знаете прекрасно, что происходит в США. А Трампу тем временем, он уже не может собирать эти митинги, он должен выступать по телевизору, где его умение зажигать публику гораздо менее, он гораздо хуже умеет это делать. И более того, в телевизоре он должен вести себя не как шоумен, не как человек, который разжигает массы, а как государственный деятель, который сейчас должен объяснять американцам, как он противостоит эпидемии. И фактически чемпион публичной риторики внезапно превратился в человека, который должен излучать такую государственность, политика. Это совершенно другая ипостась, другие умения, другие навыки. И при этом, на самом деле, перед Трампом стоит очень серьезная задача противостояния эпидемии. И речь идет об очень сложной, многоуровневой компании, которая прохоцается и распределение ресурсов, потому что каждому американскому штату нужно что-то другое от федерального правительства. И борьба фактически против демократических губернаторов, которые делают все возможное, чтобы возложить всю вину за эпидемию за Трампа. Это при том, что Трамп еще в конце января против позиций всего своего кабинета. Закрыл Соединенные Штаты для рейсов из Китая. Против позиций ВОЗ, то есть Международной Организации Здравоохранения. И что о нем только не говорили, что он расист, и что все это российские действия, и подвергался критике. Теперь те же самые люди, которые подвергали его критике, говорят, что Трамп слишком поздно начал вводить карантин. Но все на самом деле для израильтян очень знакомо, потому что точно такая же ситуация происходит и у нас. Сначала левые сопротивляются тем разумным мерам, которые вводит правительство Натаньяо, а затем начинают обвинять, что они достаточно жесткие. Эти меры, когда уже всем становится очевидно, что без этих мер все было бы намного-намного хуже. А еще Трампу приходится воевать с вашей бюрократией. Нашего, кстати, правительства то же самое. Бюрократии в институтах здравоохранения, которые тормозят все, что только можно. И поэтому вместо полумиллиона проб и тестов, которые, в принципе, в Америке можно было бы развернуть, делается только порядка 100-100 тысяч в день. И это на фоне того, что демократы откровенно подыгрывают вместе с ВОЗ, вместе с Международной Организацией Здравоохранения, Китаю, которая просто совершенно в наглую врет. Это тот самый Китай, который два месяца вообще скрывал ситуацию. И при этом скупал все, что связано с борьбой, все, что нужно было в мире, маски, защитные костюмы и прочее, прочее, скупал по всему миру. А то, что производилось в Китае, он заморозил и не давал этому всему быть вынесенным из Китая, даже если принадлежало американским компаниям. И это все делалось, по сути дела, это все осложнило жизнь и спасение жизни людей во всех остальных странах. И сейчас Китай продолжает лгать о статистике, которая происходит у него, и демократы подыгрывают этому, потому что задача у них-то ясная. У них задача как можно больше осложнить Трампу предвыборную кампанию, свалить на него всю вину из эпидемии. И поэтому, возвращаясь к нашему вопросу, за семь месяцев до выборов, которые будут в ноябре, а если мы пропустим еще два с половиной месяца, это уже будет за три, четыре, пять месяцев до выборов, Трампу просто может быть не до Израиля с его проблемами и суверенитетом. Поэтому, если сейчас Израиль промешкается, если будет заниматься всякой ерундой, оставив на потом вопрос о суверенитете, то в канун ноября Трампу просто скажет «Ребята, у меня своих проблем выше крыши, разбирайтесь сами». А без защиты американской на международной арене Израилю, конечно, не выстоит давление, которое начнется, когда Израиль объявит о суверенизации людей в Самарии и в Арданской долине. И это ведь еще не все. На самом деле, сейчас, когда, как мы уже сказали, у Трампа отобраны, подбиты его как бы два основных базовых стратегических рычага его победы, вопрос о том, как сложатся выборы в Америке, они совершенно открыты. И если раньше казалось, что Трамп с его фантастическими экономическими успехами просто походя возьмет эту вторую каденцию, то сейчас эта ситуация совершенно не очевидна. И несмотря на то, что против него выставлен абсолютно синильный человек, который путается в словах, путает факты, вообще многие уже задают вопрос, а насколько психологически он вообще адекватен этот кандидат демократический. Тем не менее, мы же понимаем, что побеждать будет не конкретный Байтон, а вся мощь демократического аппарата, плюс СМИ, которые будут на них работать, плюс деньги, которые будут брошены на все это. И в условиях, когда на Трампа будут спущены все собаки по поводу эпидемии, сумеет ли Трамп выстоять? Уж точно, конечно, заниматься проблемами Израиля, это будет у него в одном из последних приоритетов, это совершенно понятно. Поэтому Израилю сейчас нужно как можно быстрее проводить все эти сложные и болезненные вопросы, которые будет без американской помощи на международной линии провести очень сложно. Удастся ли Натаниял быстро закрыть с Гансом эти вопросы, провести суверенитет, а потом будет, что будет, пусть даже мы пойдем на четвертые выборы, уже не важно. Но здесь, конечно, остается надеяться только на мастерство Натаниял как политического игрока, а здесь, безусловно, ему нет равных, и на то, что на самом деле те, кто говорят, что Натаниял просто хочет спасти себя от этих дел, они не понимают главного. Натаниял мог давно спасти себя от этих дел, если бы он сделал то, что от него хотят левые. Отказался бы от суверенизации, отказался бы от реформ судебной власти, отказался бы от экономических реформ, сдал бы и всю ситуацию, ушел бы спокойно себе и читал бы лекции, на этих лекциях зарабатывая сотни тысяч долларов за каждую лекцию. Он это делал в прошлом, когда он был вперед между его политическими, между тем, как он был премьер-министром первый раз и стал второй раз, он зарабатывал столько денег, что говорить о том, что он где-то что-то украл, это просто смешно. Воруют чиновники, которые не могут добыть деньги иным способом. Натаниял, который за одну свою лекцию получает сотни тысяч долларов, даже, я думаю, он не думает о том, что ему нужно где-то чего-то приворовывать или что-то. Поэтому люди, которые обвиняют его в воровстве или обвиняют его в том, что он пытается спастись от израильского правосудия, правосудия в кавычках, разумеется, просто совсем не понимают ни раскладов израильских, ни ситуаций, ни того, кто Натаниял. На мой взгляд, Натаниял действительно хочет, понимая, что его карьера политическая по-любому заканчивается, потому что он уже не очень молодой человек, он хочет закончить ее чем-то очень значительным для Израиля, полным, кстати, полным прекращением денонсаций, по сути дела, де-факто, и суверенитет в будущем самолюбе. Это то, чего он может добиться и то, что он будет пробивать сейчас. Я очень надеюсь, что ему это удастся. Спасибо, Александр. А теперь давайте поговорим о Всемирной организации здравоохранения, которая заняла довольно странную позицию по мнению многих, во всяком случае, по мнению консервативных обозревателей в отношении коронавируса, в отношении Китая, в отношении действий Китая. И почему они это сделали? Действительно, на самом деле, когда мы смотрим сейчас это все в обратной перспективе, мы видим, что еще 29 января, как я уже сказал, вопреки мнению Всемирной организации здравоохранения, Трамп прекратил воздушное движение из Китая в США, за что получил, конечно же, сразу критику, мол, он расист. А тем временем китайский режим два месяца ждал, чтобы сообщить миру о том, что вирус передается между людьми, является очень заразным. И пока он усыплял мир вот этой самой успокоенности, в которой ему помогал ВОЗ, он скупал, как я уже рассказывал, через иностранные компании поставщики огромное количество оборудования и всего, что необходимо для борьбы с эпидемией по всему миру, запрещая даже американским фирмам, например, фирме 3М, отправлять защитное снаряжение, которое производится в Китае, в США. Он все это конфисковал и выкупил для себя. И в итоге Китай скрывал от мира опасность вируса, который, собственно, был сделан в Китае, оставим теорию консибирации, он там начал снар, даже если саби китайские спецслужбы или какие-то биологические службы не были к этому причастны, он скупал мировые поставки защитного снаряжения и обеспечивал себя за счет основного мира. И после этого организация ВОЗ устами своего главы говорит, хвалит президента Китая Синцепина за очень редкое лидерство, исключительное лидерство. И хвалит Китай за то, что продемонстрировал прозрачность в своей борьбе с вирусом. То есть просто какой-то театр абсурда. И, конечно же, Трамп, который, как мы знаем, не отличается политкорректностью и говорит то, что думает, а думает он правильно, он заявил, что ВОЗ просто Китая ориентированный и в своих отношениях с Пекином он смещен и обвинился в том, что Всемирная организация здравоохранения потерпела неудачу в своей обязанности относиться ко всем государствам, входящим в эту организацию в равной степени. И мы знаем, что он выступил об этом и в Белом доме, он писал в своем твиттере. И вопрос, как это произошло, почему Всемирная организация здравоохранения настолько как бы оказалась прокитайской и в наглую подыгрывала Китаю, когда Китай обманывал весь мир. Тут выясняется, что большая часть вины за всю эту ужасную деятельность ВОЗа, в общем-то, она лежит на ее лидере, на Тедросе от Ханы Гебрайесе. Это генеральный директор ВОЗ, и это бывший министр здравоохранения Эфиопии. Он вообще появился как политический деятель, когда служил в политбюро фронта марксистско-ленинского народного освобождения от Тегрея. То есть мы помним, что в Эфиопии в свое время советский режим воспитал, как во многих других частях мира, марксистско-ленинскую группировку, которая потом развязала в Эфиопии многолетнюю кровавую войну и бойню, которую потихонечку, с трудом все-таки удалось загасить. Эфиопия, конечно, потеряла окрестные страны, потеряли кучу денег, людей, ресурсов, времени. Ну, как обычно, в борьбе за весь мир, когда они остаются камни на камне. Ну, а теперь доктор Тедрус, марксистский ленинец, он стал главой ВОЗ, и поскольку он поклонник большой всех, так сказать, плохишей, всех злодеев, то мы знаем, например, что он попытался недавно, когда был еще жив Роберт Мугабе, радезийский диктатор, он его попытался сделать послом доброй воли от Всемирной Организации Здравоохранения. Это было настолько неадекватно и настолько дико, что, в общем, ему пришлось потом отменить свое назначение Мугабе в качестве посла доброй воли. Но, помимо Мугабе, Тедрус поддерживает отличные отношения с разными другими злодеями, в том числе с Коммунистической партией Китая, которая, в общем-то, сыграла большую роль в том, как Тедрус выиграл выборы внутри ВОЗ и в мае 2017 года стал ее главой. Именно эти давние отношения с Пекином, видимо, объясняют то, почему ВОЗ так любезно была в отношении Китая, хотя пандемия там уже бушевала вовсю, они покрывали эту ситуацию. И это вынудило сейчас Трампа угрожать сокращением финансирования ВОЗ, что, в общем, может оказаться для этой организации губительным, потому что США являются финансовым спонсором основным. И мы об этом говорили, когда речь шла еще об УНРА, об организации, которая кормила террористов палестинских арабов. Эта организация практически полностью сидела на иждивении американских налогоплательщиков, и при этом она не несла ничего хорошего в мир, только увеличивала скорбь, боль и террор. И на самом деле мы видим, что мы часто говорили об ООН вообще, как организации, которая, в общем, может быть, и была изначально создана для чего-то хорошего. Но очень быстро ключевые посты во многих структурах там захватили совершеннейшие отморозки. И они просто использовали деньги, которые передавала богатая США. Богатая США. Американские налогоплательщики оплачивали коррупцию, разбазаривание средств, воровство и бешеную бюрократию, которая миру, по сути дела, ничего хорошего не несла. Так вот, Всемирная организация здравоохранения, она точно такая же копия ООН, может быть, бюджет у нее чуть поменьше, я даже не знаю, надо проверить. Но толку от нет, ровно столько же. То есть, снова, американские налогоплательщики оплачивают коррупционеров и плохишей, которые потом еще, как мы сейчас переведим, вредят американцам, когда покрывают Китай, когда позволяют Китай в течение двух месяцев вытаскивать и вытягивать из мира медикаменты и оборудование, а потом оставляя остальные страны ни с чем. И, безусловно, эту ситуацию нужно исправлять, с этим нужно бороться. И, на мой взгляд, вообще пришло время пересмотреть подход ко всем подобным международным организациям, которые, может быть, снова, изначально они были задуманы как что-то хорошее, и во главе их стояли энтузиасты, которые действительно хотели улучшить этот мир. Сегодня все эти ООН, УНРА и Всемирная Организация Стравоохранения, это клоаки бюрократические. В лучшем случае они потребляют деньги, ничего хорошего не производят. В худшем случае мы видим, как в ситуации своз, они еще и наносят реальный вред ущерб тем, кто их фактически кормят. Сергей. Абсолютно согласен. Я напомню, телефон студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Абсолютно согласен, что вот эти... Я смотрел статистику по Всемирной Организации Здравоохранения, сколько денег, сколько сотен миллионов денег они потратили на свои такие довольно комфортные путешествия, я имею в виду чиновников этой организации. Я думаю, что эти миллионы могли бы пригодиться для чего-то другого. Летают по всему свету на самолетах первым классом, ни в чем себе не отказывают. И вот эта ситуация с коронавирусом явно директор Всемирной Организации Здравоохранения принял сторону Китая. Он по-прежнему просто... Он просто покрывал. Он просто их покрывал в течение двух месяцев и выдавал рекомендации, которые вредили всему остальному миру и позволяли Китаю выкачивать маски, выкачивать оборудование, остановить, задержать все, что производилось на заводах на территории Китая медицинская и не выдать это, не отдать это тем странам, которым это реально принадлежало и так далее. По сути дела, в общем, действительно ведь эти организации раньше, возможно, когда их создавали, там были люди европейцы, у которых было какое-то понятие о честности, о порядочности, которые хотели иногда сделать мир лучше, иногда просто безбедно пожить и поедать летать на самолетах. А потом мы видим, как постепенно все это заболокилось, как пришли туда люди типа вот этого самого марксиста Ленинца, которые... Мы просто из-за того, что в Израиле в первую очередь мы сталкивались с Унра, со всеми организациями по правам человека, так называемых, которые нас гнобили непрерывно. ВОЗ как бы в меньшей степени ругал Израиль, это тот же ругал. Но меньше, чем другие, мы как-то не на него не обращали внимания. Но оказалось, что это не только чиновники, которые летают друг к другу, тратят огромные деньги на свои перелеты, устраивают конференции и при этом как в реальный нужный момент ничего не могут обеспечить, никакой помощи, они еще и просто оказываются фактором, подрывающим безопасность и здоровье западного мира. И с этим, безусловно, надо что-то делать. На самом деле, это общая проблема всех таких бюрократических организаций. И то же самое касается и правительства Евросоюза, когда мы видим, как сейчас загибается Италия и как остальные страны даже толком не могут ей помочь, не только потому, что не хотят, некоторые и не хотят, но те, которые даже хотят, это все должно проходить через еврокомиссаров, через бюрократическую банду в Брюсселе, которая хочет, чтобы через них все это шло. А через них это значит столько регуляций, что в Италии вообще никого не останется, пока они наконец раскачаются и позволят Германии передать какую-то помощь Италии. И это как бы ситуация средняя, когда они потребляют деньги и просто мешают. Но здесь в случае Всемирной организации здравоохранения мы видим как бы третий уровень вот этого самого вреда. Они потребляют, используют деньги налогоплательщиков американских, они их забюрокрачивают, вместо помощи получается сплошная какая-то ерунда, и они еще помогают тем, кто в общем является источником зла в этом мире. И сегодня действительно, конечно, трудно сказать, кто больше наносит зла и ущерба миру, Иран, Россия, Китай. Китай, безусловно, с этим коронавирусом, с эпидемией, и с тем, что он врал. Опять же, может быть, он не виноват в том, что эта эпидемия началась у него там внутри, но то, как он себя вел в течение двух месяцев, просто так как все это началось, говорит о том, что это страна, которая должна понести очень серьезное наказание за то, что они сделали, за преступление против человечества во всем мире. Ну, Китаю сейчас, по-моему, уже предъявляют цииски значительные, финансовые, там что-то речь идет о 20 триллионах долларов. Проблема в том, что если будет Трамп, то он действительно может их, ну, я не знаю, смогут ли они стрясти с них деньги, но, по крайней мере, провести какую-то вот такую войну с санкцией, ограничить Китай, ударить им по пальцам, выбить их из разных позиций в мире, Трамп на это способен. Когда мы говорим о том, что, кстати, неизвестно, кто будет президентом США, мы понимаем, что за пределами, вот кроме Трампа в мире сегодня нет таких политиков, которые могли бы поставить заслон на пути у Китая, и поэтому, конечно, если Трамп побеждает, все будет сложно, но есть у нас шанс оптимистический. Если, не дай Бог, что будет случиться, то, в общем, экспансия злодеев в мире может оказаться губительной не только для Израиля, который как бы на передовой, на линии фронта, но и для тыла. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. До встречи, Сергей, в следующий раз. Будем надеяться, что в следующий раз у нас будет более оптимистическое описание ситуации. Да, будем надеяться. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok